Всем привет, мои хорошие! Сегодня я хочу снять видео о том, как я устанавливаю свою аппаратуру. Я не буду рассказывать, что именно, какого бренда и так далее у меня есть, потому что я запланировала снять об этом отдельное видео, что нужно вообще блогеру для съемок и в конкретном случае, что я использую для съемок. А сейчас я просто расскажу, как я что расставляю. И да, я только что сняла другое видео, и так что у меня такой, можно сказать, творческий беспорядок, рабочий беспорядок. И да, снимать я сейчас буду, наверное, на другую камеру, так что качество картинки сейчас ухудшится немножко. Итак, я перешла на камеру GoPro, и сейчас, да, у меня даже не знаю, с какой стороны мне еще встать. Смотрите, я прежде всего поставила свет для хорошей картинки, у вас должен быть какой-то источник света сзади вас. Когда у меня не было здесь вот этих ламп, я ставила сюда просто, либо сверху цепляла, вот здесь вот на шкаф одну такую, ну как лампочку, да, небольшую, либо снизу, ну то есть, либо вот сюда я в библиотеку, да, ставила светильник. То есть, что-либо, что бы у вас, что вас бы, как сказать, отделяло от фона самого. Дальше я сейчас снимала про помады, далее стол у меня стоит, получается, позади меня, там батарею, конечно же, это все не видно, поэтому я там даже ничего не буду рассказывать, да. Дальше у меня идет стул, и вы видите, что стул я ставлю все равно чуть-чуть дальше от самого стола, от стены, то есть, что бы у меня задний фон немножко размыливался. Следующее, что я здесь делала, у меня здесь стоит, так как я сейчас снимала про помады, у меня стоит вот на таком стуле, то есть, стул это у меня просто с кухни, как барный стул, и он, кстати, его очень хорошо использовать как подставка, потому что я раньше иногда еще приносила сюда дополнительный столик, я ставила, да, когда мне нужно что-либо брать, именно из косметики. Но, в принципе, я так поняла, что мне намного удобнее, если будет стоять просто стул, потому что я его могу регулировать по высоте, здесь, да, вот такая ножка. Далее, что у меня еще здесь стоит? Здесь у меня стоит софтбокс один, и вот здесь вот у меня второй софтбокс. Вы видите, что софтбоксы у меня стоят на вот таких штативах, именно для софтбоксов, да, для света штативы. Здесь у меня тоже был от этого софтбокса штатив, но так как я его сейчас перенесла на другое место, сейчас вам расскажу отдельно, я поставила тоже на вот этот барный стул, на кухонный, да, стул, просто софтбокс. То есть выглядит оно у меня вот таким образом. Мне кажется, в принципе, не важно, куда я поставлю софтбокс, но так мне получилось удобно. И да, они у меня стоят сейчас вот так вот по диагонали, да, от меня, от самого стула. И чтобы равномерно подсвечивать лицо, либо иногда, когда вот у меня не было вот этого света еще здесь, я их ставила по бокам немножко, чтобы делать не только меня посветлее, да, то есть поярче, почетче картинку, но также и сам фон, потому что саму стену, потому что, видите, стена у меня не белая, то есть она у меня не отражает свет, поэтому, да, я просто придумывала, с каждым разом я экспериментировала, и чтобы сделать как лучше. Здесь у меня свет наш домашний, обычно включенный, вот этот, ну, неважно, включаю, иногда не выключаю. Еще я закрываю окна, потому что там у меня дорога, и все слышно, ну, вот здесь вот открыто окно. Так, здесь что у меня? Здесь у меня стоит камера, видно, да, микрофон я тоже использую, когда надкамерный, когда петличку, штатив, камера на штативе, и перед камерой, вот куда у меня ушел штатив от софтбокса, то есть вот эта вот держалка, да, палка, я просто купила себе вот это кольцо, и его надо было мне на что-то креплять, и я использовала вот этот штатив от софтбокса, от этого, который шел, и я его приспособила под кольцо, чтобы, ну, просто-напросто, не знаю, не покупать отдельно еще. Возможно, в дальнейшем я куплю, и да, камера у меня стоит посередине от этого кольца, и, в принципе, очень удобно, то есть сама конструкция, сама моя вот эта вот студия выглядит вот таким образом. Диван я здесь уже немножко сдвинула, потому что, ну, как-то здесь место, чтобы меня чуть-чуть освободить. В общем, выглядит вот таким образом, немножко по диагонали, да, вот смотря вот так вот, потому что если вот будет прямо просто, то мне не нравится, если бы я вот забирала как раз батарею, да. Ну, то есть мне кажется, вот так вот, такая самая оптимальная картинка. И дальше камера, да, ну, в принципе, настройки, если вам интересны, ну, не знаю, все, кто снимает, мне кажется, знают все по настройкам, так что, я думаю, не имеет смысла сейчас рассказывать отдельно по настройкам. Если вам, кому-то интересно, то напишите мне, и я, наверное, сниму отдельно. Ну, что ж, вот так, незамысловато, в принципе, у меня все здесь настроено, все поставлено. Да, да, теперь, кто не знал, как это все выглядит у меня, мой рабочий процесс, теперь вы за кадром, да, это все увидели, в принципе, ничего такого страшного. Единственная у меня проблема, чтобы у меня не было посторонних звуков с улицы, а также из дома, потому что дома у меня тоже бывает иногда такой дурдом. Например, сейчас у меня пришла бабушка, да, Йоландина бабушка, и я их закрыла в другом конце дома, сказала сидеть тихо, потому что это самые такие непредвиденные обстоятельства, которые случаются во время видео. И, да, ну, в принципе, я надеюсь, что у меня посторонних шумов в видео бывает, ну, не часто, если они бывают, конечно, если вы слышите, потому что я их слышу. Еще хотела сказать, что некоторые блогеры, да, ставят, даже иностранные блогеры, почти все используют для фокусировки камеры, для того, чтобы видеть, как вы выглядите в кадре. Компьютер, да, соединяют просто с ноутбуком. В принципе, у меня, да, там тоже ноутбук стоит, я пробовала соединять, но это лишние провода, да, это, ну, не знаю, вот сейчас, например, мотоцикл проезжает очень громко, шумно. Я пробовала, конечно, иногда я так делаю, но не всегда, потому что, ну, что ж так шумно? Потому что все равно, да, это занимает дополнительное время, что надо это тоже поставить, это найти, надо место, куда это поставить. Так что можно делать, можно не делать, но кому-то это очень сильно помогает. Мне, например, вот на данный момент мне очень помогает вот такой пульт, да, поэтому и у меня на камере есть такой выдвижной экран, так что я, в принципе, все вижу в экранчик вот сейчас, да, смотрю, где я нахожусь, в кадре, не в кадре, я не знаю. Вот, и пультом я сама себя как бы навожу в фокус, вот и все. И все, на этом я обращаюсь. Если вам понравилось видео, ставьте мне пальчики вверх, подписывайтесь на мой канал, и увидимся с вами в следующем видео. Всем пока-пока!